Доброго всем времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас на видеоканале «Территория уюта» и я его ведущая Анна. Если вы собрались принять у себя дома друзей и хотите, чтобы ваша атмосфера была еще более теплой и вас что-то сближало помимо караоке и интересной беседы, устройте вечер фондю. Фондю пришло к нам из Швейцарии. Оно готовится в специальной толстостенной посуде – кокелоне, которую у нас принято называть фондюшницей. В переводе с французского фондю означает «расплавленный», потому что готовится в большинстве случаев из расплавленного сыра с вином. Чтобы сделать фондю, надо заранее подготовить все ингредиенты, которые вы с гостями будете обмакивать в горячую сырную массу. К фондю не забудьте купить французский багет. У него помимо вкусного мякиша – нежная хрустящая корочка, которую легче удержать на вилочке. Помимо хлеба можно использовать все, что угодно – овощи, мясо, рыбу, морепродукты. Наша компания, правда, предпочитает всему этому багет, потому что главное все-таки – само фондю. Вкус и пикантность сырного соуса во многом зависят от зрелости сыра. Чем сыр моложе, тем проще и нежнее его вкус. Я обычно беру уже готовый, натертый сыр, который продается в супермаркетах. Если сыр куплен целым куском, то его предварительно следует нарезать или раскрошить. Но главный секрет заключается в том, чтобы использовать два сорта сыра в равной пропорции. Сначала для придания фондю пикантного вкуса нужно натереть фондюшницу изнутри разрезанным зубчиком чеснока. Теперь я вливаю молоко, довожу его до кипения и постепенно добавляю сыр. Уменьшив огонь, сыр не должен прогреваться больше, чем до 60 градусов. Я всыпаю щепотку мускатного ореха. Затем перемешиваю кукурузную муку или крахмал с джином и вливаю в сырную смесь. Немного перца, 2-3 минуты поварить при помешивании и фондю готово. Она должна немного загустеть, чтобы сырный соус не капал во время трапезы. При помощи специальных вилочек, на которые накалывается хлеб, овощи или обваленная в муке рыба, или маринованное мясо, все эти вкусности опускаются в соус и затем отправляются в рот. Существуют традиции, если кто-то из гостей уронит кусочек с вилки в горшок, то нужно выполнить желание присутствующих за столом. Во время еды фондю должно постоянно подогреваться на спиртовке или ином огне. Фондюшницу ставят на середину стола, так чтобы каждый гость мог до нее дотянуться. Перед каждым ставится тарелка и две вилки, обычно фиксированного цвета, чтобы гость мог различить в фондюшнице свою вилку. Одна вилка для обмакивания и готовки, другая для еды, чтобы не обжечься. При желании на стол ставятся соусы и приправы, но обычно сырный соус настолько вкусен, что к нему не требуется уже никаких дополнений. Другая разновидность фондю – десертная, чаще всего из шоколада. Чтобы сделать шоколадный соус, нужно поломать шоколад на маленькие кусочки и положить в посуду, приготовленную для микроволновой печи. Добавить сливки и коньяк или ликер. На половинной мощности нагревается шоколад, пока он не растает. Периодически помешивать. Затем перелить в красивую десертную фондюшницу. Шоколадное фондю можно подать сразу после основного блюда. Каждому гостю либо дают отдельную тарелку с красиво разложенными фруктами, ягодами, печеньями, которые опускают фондю. Или в центр стола ставят большое блюдо со сладостями. Шоколад можно использовать любой – молочный и даже белый. Но мы предпочитаем горький, а обмакиваем в него обычно клубнику или свежие ананасы. Попробуйте привнести в свой дом такую замечательную традицию, как собираться друзьями на фондю. Такие посиделки создают атмосферу единения и дружбы. А с вами была ваш уютолог Анна. Пусть в вашем гостеприимном доме всегда царит благополучие, гармония и уют. До следующей встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова